Гляньте, что делают взрослые люди. Гляньте, они как эти. Саранча. О! Саранча Мирненко называет подростков на площадке. Правда, игры у них не детские. Одна из девушек пинает машинку ногой со всей силой, не стесняясь прохожих. За последний месяц в местных пабликах редакция «Алмазного края» нашла четыре подобных видео с подростками. Одни ломают игровые комплексы, другие общаются нецензурными словами. Некоторые хорошо общаются, а некоторые бывают, и завернусь словами нехорошими. А вы когда-то делали замечания? Ну, как бы, я считаю, это не мои дети, я имел право делать замечания. У меня же с собой, да, они общаются грубо, нецензурная врань присутствует, конечно. А вы когда-нибудь попадали на это? Ну, да, конечно, я слышала так вот. Ну, лет на 12-14 такие в основном здесь. А замечания делали? Ну, замечания делали, да, и в ответ слышала много хорошего. Не так часто вроде, а вот с пятилетками иногда. И всё. То есть даже в таком возрасте, да? Да, в таком возрасте. Подростки иногда. Пытались как-то замечания сделать или стараетесь? А, нет, не лезу. Вот у меня такое дело родителя было. Психологи утверждают, причина такого поведения не всегда воспитания или домашней обстановки. Иногда ребята просто хотят внимания. Ну, обычно среди причин распространённых агрессии у детей выделяют желание привлечь внимание взрослых, сверстников, желание стать главным, чем-то завладеть, месть, защита, желание самоотвердиться за счёт другого, подчеркнуть свои достоинства. И обычно есть психологические особенности, которые ещё провоцируют такое данное агрессивное поведение. Это обычно сниженный интеллект, сниженные коммуникативные навыки, низкая самооценка. Что же делать, если вы или ваш ребёнок столкнулся с агрессией? Что касается детей до 12 лет, можно переговорить с их родителями или сделать замечание самому чаду. Если вы столкнулись с толпой подростков, психологи советуют пройти мимо и не ввязываться в перепалку. Ещё один вариант – обратиться в полицию. Если кто-то становится свидетелем такого поведения, для фиксации правонарушения преступления можно использовать все подручные способы фиксации. То есть, например, снять на телефон одно ограничение, очень жёсткое, согласно федерального закона о персональных данных, выкладывать в социальные сети, которые очень у нас распространены, такие видеоролики, либо такие фотографии нельзя. Необходимо позвонить в полицию по телефону 102-112, передать сообщение, либо прийти написать заявление. За курение, непристойное поведение в общественном месте подросткам старше 16 лет грозит административный штраф. Например, за маты – до полутора тысяч рублей. Если дети испортили детский городок, могут завести уголовное дело. А вот подростков младше 16 лет комиссия по делам несовершеннолетних поставит на учёт и проведёт профилактические беседы как с родителями, так и с детьми. Юлия Сундукова, Анна Брущенкова, Александр Ерёмин, медиакомпания «Алмазный край». «Алмазный край»